О главных новостях уходящей пятницы прямо сейчас в программе День с толком. В студии Мария Мацаева. Здравствуйте. Смотрите в этом выпуске. На путепроводе в Барнауле смонтировали самый протяженный пролет. Что это означает в масштабах объекта? Шум, мусор и ямы на дорогах. Почему закон об утилизационном сборе обернулся для жителей горняка хаосом? Он наносил макияж Филиппу Киркорову, Валентину Юдашкину, а сегодня и жительницам Барнаула. Именитый визажист поделился профессиональными секретами. Младенец погиб. Еще пятеро пострадали в ДТП на 42-м километре Салтонского тракта. Смертельная авария произошла ночью 4 августа в Бийском районе. Автомобиль Рено съехал с дороги и перевернулся, сообщили в госавтоинспекции края. Предварительно известно, что 61-летний водитель не справился с управлением и допустил съезд на обочину с последующим опрокидыванием. В результате случившегося погибла трехмесячная девочка. Остальные пассажиры получили травмы. Это двухлетняя и одиннадцатилетняя девочки. 33-летняя женщина и 36-летний мужчина. Их госпитализировали. Возбуждено уголовное дело. Ведутся проверки. И к другим темам. Барнаул вновь ушел под воду. Ливень накануне превратил некоторые городские улицы в реки. Плывем потихой. Как минимум на пяти участках дорог автомобилистам пришлось непросто. Проехать в большом потоке воды без проблем получалось разве что на высоких машинах. И это при том, что на всех подтопленных улицах имеются ливневки. И они в технически исправном состоянии. Сегодня администрация Барнаула прокомментировала ситуацию. Так, про улицу Попова в мэрии отметили в частности, что, несмотря на ее подтопление, вода на данном участке стала уходить значительно лучше. Скорость отведения воды в сеть канализации была гораздо выше. Также необходимо учитывать, что здесь выполнялось не строительство новой ливневой канализации, а устройство дополнительных дождеприемных колодцев и отдельных веток трубопровода. Добавим, власти объявили конкурс для поиска подрядчика, который разработает проект на строительство дополнительного ливневого коллектора от улицы Солнечная Поляна в направлении улицы Попова вдоль Павловского тракта. Заметим также, что не всем летний дождь принес неприятности. Так детворе большие лужи были однозначно в радость. Спать невозможно. Дороги разбиты, повсюду горы мусора. Жители горняка в шоке от нашествия большегрузов на их небольшой город. За последние недели Локтевский район пережил волну перегонщиков из Казахстана. Все из-за нового закона об утилизационном сборе. Чем он обернулся для горняка и его жителей, выясняла Юлия Щепина. Эй, б***ь, 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 не домой, б***ь, не из дома, б***ь. Сотни дневных комментариев и видео. В последние недели это главная тема местных пабликов горняка. Город заполонили фуры из солнечного Казахстана. Жители города оказались не готовы к такому количеству гостей. Пишут, все парковки заняты, а водители большегрузов не сильно заботятся о чистоте транзитного города и спокойствии населения. Вот эти вот, как, не дальнобойщики, а вот эти, перегонщики. То есть сильно мешает, да? Да, ночами вообще невозможно спать, они же не отдыхая идут. А у нас ребенок маленький, как спать? Там вот по садовой улице, там у любого спросить они скажут. Да, все будут возмущаться. В Локтевском районе находится один из таможенных постов края. В последние недели, говорят жители, перегонщиков стало в разы больше. Пока к нам заезжают, россияне не спешат выезжать в Казахстан. Остерегаются длинной очереди на контроль. Мне проехать в Казахстан никак. У меня теща там живет, я раньше там жил. Я вот до сих пор ждал, когда они уедут. Я туда-то выйду, а потом назад. Их сто штук стоит. Вообще, как долго вот находитесь в городе здесь? В городе? Ну, четвертая сутка сегодня. Четвертые сутки. Чем занимаются? Почему так долго? Не знаю. Таможник что-то не дает добро. Они говорят, почему не дают? Не знаю. Мы только что загнали, не знаю. Но сегодня, наверное, выйдем. А вообще, куда гоните машины? Москву. С 1 августа в России начал действовать закон, который поднял утилизационные сборно, ввозимые в страну машины. Для некоторых категорий авто рост произошел почти на четверть от стоимости. Из-за этого с начала лета и особенно к концу июля горняк задыхался от фур. Все спешили провести технику до принятия закона. Такой наплыв выдержали не все. На улице Победы полное поражение дороги. Одна из улиц Горняка больше недели была настоящим автобаном. Новый закон о повышении утилизационного сбора на импортные автомобили заставил перекупщиков перевыполнить пятилетку. Только за последнюю неделю по этой улице проехали сотни фур. Однако, по словам таможенников, наплыв дальнобойщиков они наблюдают весь 2023 год. После введения санкций возить технику в Россию начали объездными путями. В поисках логистических схем перевозчики превратили Алтайский край буквально в одни из ворот страны для ввоза импортной продукции. В частности, через нас в Россию поступает значительное число автомобилей из-за границы. В частности, из Китая сообщили в Алтайской таможне. Только за последние полгода алтайские таможенники оформили более 7000 грузовых автомобилей из Китая. Сейчас в среднем партия из 10 грузовиков оформляется таможенниками за 10-15 минут. Что касается конкретно Горнякского таможенного поста в Локтевском районе. Это один из ключевых постов Алтайской таможни, через который идет грузопоток. Алтайская таможня и Сибирское таможенное управление ежечасно с помощью видеосвязи мониторят ситуацию на постах. Если фиксируется рост трафика, на загруженные посты могут привлекаться дополнительные сотрудники в целях ускорения совершения таможенных операций. А пока потоки перевозчиков улучшают экономическую ситуацию в стране, власти Локтевского района фиксируют жалобы жильцов, стараются оперативно на них реагировать совместно с ГИБДД и констатируют, дороги все-таки придется восстанавливать. Понятное дело, если грузовой поток идет в такой массе, конечно же, будет влиять на состояние покрытия уличной дорожной сети. Это улица Восточная и улица Садовая, Победы, Пушкина. Все это, конечно же, влияет на состояние. Что-то будете предпринимать для восстановления? Ну, конечно, мы уже посчитали объем работ для выполнения ямочного ремонта. В скором времени мы будем торговаться, так сказать, на аукционе и будем выполнять работу по ремонту. И пока администрация разбирается с последствиями нашествия больших грузов, в городе выдыхают. После 1 августа фур стало значительно меньше. Однако поставки через таможенный пост в Локтевском районе не прекратятся. Вот они, красавцы. Трасса недалеко от Поспелихи. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком. 100 миллионов долларов готовы инвестировать в экономику Алтайского края индийские компании. Их представители с бизнес-миссией находятся в нашем регионе уже несколько дней подряд. Они посетили образовательные, культурные учреждения, а также немало предприятий. Так, накануне делегация оценила продукцию пивоваренного завода в Барнауле. Какие предварительные договоренности достигнуты и чем для Индии так привлекателен Алтайский край, смотрите далее. Одна из скважин представлена здесь, на самой территории завода. Вот вы ее можете видеть. За несколько дней визита представители делегации посетили с десяток алтайских предприятий и везде скрупулезно вникали в процесс. Во время экскурсии по пивоваренному заводу гости осматривали производственные линии, заглядывали в емкости, интересовались этапами создания продукции. Сахара, которые были в солоде, переходят в воду. После знакомства с производством потенциальные деловые партнеры за столом переговоров. Уточняют стоимость и состав продукции, срок годности, специфику логистики. Индийцы хотят импортировать лимонады, энергетические напитки и особенно жмых или по-другому пивную дробину. Эта смесь, что остается после выработки ячменного сусла, особо ценится в сельском хозяйстве. Богатая белком и протеином, она широко используется в качестве корма для животных. Экспорт для нашей страны очень важен, для Алтайского края тем более. Особенно такие относительно удаленные страны, но большие, как Индия и близлежащие. Посмотрим, сможем ли мы вот эти все вопросы по логистике отработать. Тут главное сделать первую поставку, а дальше уже все пойдет по накатанной. Первую отгрузку на полуостров планируют организовать до конца года. Как отметили сами индийцы, им пришлись по вкусу и алтайские напитки, и гостеприимство жителей края. Впечатлило производство в разных сферах и культурное наследие. Мы планируем инвестировать для начала 100 миллионов долларов в Алтайский край, в Барнаул. Но у нас большие планы, и эта цифра – лишь начальный уровень инвестиций. Мы видим большой потенциал в городе Барнауле. У нас прошли продуктивные переговоры с представителями малого бизнеса Алтайского края. Главная цель нашего визита – это, несомненно, обмен технологиями. Мы хотели бы поучиться чему-нибудь у России и предложить со своей стороны технологии. Индийские партнеры сообщили также, что уже в ближайшее время планируют отправить в Алтайский край новую делегацию для подписания международных контрактов в области строительства, туризма и пищевой промышленности. Елена Макаренко, Владислав Ковалев. День с толком. На путепроводе на новом рынке смонтировали вторую балку самого протяженного пролета между третьей и четвертой опорами. Работы велись ночью в предоставленное железнодорожниками технологическое окно. Подробности об этом в сюжете. Предварительно балку для пролета собрали из пяти блоков и соединили их болтами и сваркой. После специализированная компания ультразвуковой диагностикой проверила каждый сварочный стык и дала положительное заключение о возможности последующего монтажа. Это самый протяженный пролет у нас – 48,6 метра. На предыдущей неделе мы уже смонтировали одну балку у пролетного строения. Для этого привлекаются у нас большие погрузоподъемности краны. Помимо двух кранов тяжеловесов в 100 и 120 тонн, по словам подрядчика, пришлось задействовать еще два вспомогательных крана. С их помощью конструкцию подняли с двух сторон и одновременно смонтировали опоры. Всего в этом пролете у нас шесть таких балок. То есть будем считать, что на сегодняшний день две, так скажем, готовы, но одна недомонтированная еще. В сроке это порядка до 25-30 августа мы планируем завершить монтаж. После чего уже приступим к работам, связанным с укладкой плит проезжей части. Монтаж пролета между третьей и четвертой опорами подрядчик назвал сложной и ответственной работой, в которой задействовано большое количество людей, в том числе специализированные сварщики, сотрудники строительной лаборатории, спецтехника. По сути, это можно назвать одним из основных этапов строительства путепровода. Татьяна Голубева, день с толком. Сгорел дом и все, что в нем было. Семья Костелевых из Новоалтайска за 20 минут потеряла все. О том, как люди справляются с бедой, в нашем сюжете. Пожар случился, когда Любовь Владимировна была на работе. Старший сын Владимир позвонил с чужого телефона и сообщил, что горит дом. Через пять минут Любовь Костелева была на месте. Температура такая была, что здесь уже было не подступиться. Дети были в начале улицы, с соседями. Пожарники затушили, то есть пламя сбили, основное поехали на заправку. А соседи у меня, конечно, молодцы. Встали в цепочку мужики и ведрами с поливочной трубы все это заливали, бегали. Причиной пожара стал новый телевизор, который взорвался. Сыновья Любови, Владимир 12 лет и Олег 10, пытались потушить огонь самостоятельно, но не получилось. Сгорело все, в том числе и пианино. Все, что от него осталось. Я желаю о том, чтобы люди с этим не сталкивались. Желательно вообще никогда. Ну, если такое горе случилось, ну, брать себя в руки и идти дальше. Значит, суждено быть такому испытанию в жизни. Как говорит пословица, Господь не дает нам больше испытаний, чем мы можем вынести. Пока семья Костылевых живет у родных. Они же помогают строить новый дом. На помощь пришли соседи, родители одноклассников, мальчиков и просто знакомые. Большое спасибо людям, которые помогали. На фундамент мы собрали частично, на стены мы собрали. Помощь поступит и от администрации города. Но на такие случаи у мэрии весьма ограничены ресурсы. Мы имеем право из спецсчета выделить 50 тысяч на какие-то первоначальные нужды или самые необходимые вещи, которые возникают у людей, которые остались без жилья. Первоначальные нужды для Костылевых – это возможность жить и собрать детей в школу. Депутат Государственной думы Александр Прокопьев вручил мальчикам рюкзаки со школьными принадлежностями и современное многофункциональное цифровое пианино с динамическими клавишами. Теперь братья Костылевы могут продолжить музыкальное образование. В такие моменты важно, чтобы человек чувствовал поддержку не только близких людей, но и всего общества в целом. Надо помочь семье Костылевых не только в их сложной ситуации, но и справиться со стрессом. Приближается новый учебный год для братьев Костылевых, он должен начаться так же, как для всех детей, с новых планов и праздничного настроения. А Любовь Костылева мечтает к зиме возвести новый дом и перейти к отделочным работам. Конечно, если будут необходимые строительные материалы – газобетон, цемент, кирпичи – городская администрация обещает выделить вне очереди древесину по низким ценам. Если и вы готовы помочь строительными материалами или финансами, свяжитесь с Любовью Владимировной. Ее номер телефона на экране. Елена Кузовкина, Дмитрий Дроздов, Андрей Печоркин. День с толком. Министерство спорта Алтайского окрая приглашает барнаульцев в парк спорта Алексея Смертина установить спортивный рекорд России. Условия предельно простые. Нужно, чтобы в парк пришли больше двух с половиной тысяч человек. И они одновременно выполнили пять отжиманий. Мероприятие пройдет 12 августа, в день физкультурника. В этот день в парке организуют самое массовое выполнение испытаний ГТО в России. Справиться с отжиманиями под силу и взрослым, и детям. Ограничений по возрасту нет. Всех желающих вписать свое имя в спортивную историю Алтайского окрая и получить именной сертификат ждут 12 августа в 10 часов утра. Но перед этим нужно обязательно зарегистрироваться. Ссылку для регистрации вы можете найти в наших социальных сетях и на сайте телеканала. И к другим темам. В Барнаул приехал визажист Валентина Юдашкина, Филиппа Киркорова и других звезд. Мужчина встретился с жителями Барнаула, чтобы провести мастер-класс. И рассказать, почему иногда макияж может доводить до слез. Наша съемочная группа не смогла пропустить такого гостя в краевой столице. Поэтому смотрим следующий сюжет. Женщина все-таки хочет быть красивой. Выйдя с макияжем, она хочет, чтобы все думали, что она такой родилась. Как профессионал, работающий со звездами, он умеет хранить тайны, находить подход каждому клиенту. Топ-визажист, который принимал участие в таких проектах, как Евровидение, работал с Валентином Юдашкиным, Филиппом Киркоровым, сегодня приехал на мастер-класс в Барнаул. Аудитория здесь не звездная, но благодарная. Самая главная миссия у меня это помочь, во-первых, дамам понимать, какую косметику они покупают. Потому что я как раз противник того, чтобы женщина набирала. Это болезнь женская прийти в бьюти-магазин и набрать, особенно если консультанты умеют очень красиво рассказать, набрать огромное количество косметики, потом прийти домой, посмотреть на это все. И что же с этим делать и сожалеть? Кстати, несколько лет Сергей является официальным визажистом одного российского бренда косметики и считает, что в профессиональной косметичке есть место отечественному производителю. Сегодня он дает советы, как подбирать и использовать косметические средства, омолаживать девушек элегантного возраста. В Барнауле мастер впервые. За два дня он успел погулять по старому центру города и зайти в горную аптеку. Была очень прикольная ситуация. Как раз я приехал в этот центр и внизу дома на охране. Я захожу, она такая, вы куда? Я говорю, я на третий этаж. Она говорит, вам не туда, там одни девочки. Я говорю, вот как раз мне вот туда, я преподаватель. Она такая, вы преподаете визаж? Я говорю, да. По словам Сергея, иногда макияж может заставить плакать. Ведь в такие моменты у самых разных клиенток получается поверить в свою красоту. Что можно чувствовать, кроме радости? Что можно чувствовать, кроме удовлетворения и теплоты? Если ты видишь, что женщина радуется, она удивлена. Если женщина плачет, то плачет не от боли, а от радости. Спасибо огромное. Ирина Корчагина, Владислав Ковалев, День Столка. И в продолжении выпуска бьюти-темы. До конца лета остается меньше месяца. И если вдруг вы хотите запечатлеть себя и своих близких в красивых локациях города, вот вам тогда рекомендации, где это лучше сделать. Мне кажется, у нас самая популярная тарба. Это место, ребята проводят съемку свою свадебную. Одно из самых красивых мест. Кстати, вот в том парке тоже очень неплохо. В центральном, да. Ну, здесь красивое место на Арбате. Баранузский Арбат. Любят у театра кукол. Банковский дом. Любят около молодежного театра на площади Октября. Ну, также парки. Сейчас красивый изумрудный, юбилейный парк. Красиво в Дендрарии. Парк, Нагорный парк. Туда пойдем. Я не фотографируюсь. Ну, в принципе, красивое место на набережной. Там есть на Ленинском проспекте тоже много мест есть красивых. Где Дом Союзов у нас там хорошие места. Я считаю, площадь теперь красивая. Больше. Я думаю, везде красиво у нас сейчас. Хороший город. Да, район поток. Привет потоку. А на этом у меня все новости уходящего дня. Завтра смотрите итоговый выпуск новостей с Анастасией Дороган. Для ваших предложений телефон нашей редакции 205-545. А через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». Всем хороших выходных и до встречи в эфире. Продолжение следует.